всем привет вы у меня на канале прогулки на пенсии я вас приглашаю на очередную прогулку мы сегодня с вами гуляем по улочкам москвы и у нас большая бронная улица чтобы найти бронную улицу достаточно доехать до пушкинской площади и на противоположной стороне вот она большая бронная наверное это место больше известно молодежи потому что долгие годы здесь находился первый макдональдс в москве вы знаете что макдональдс закрылся но почему-то снова открылся под другим логотипом букву м немного изменили название тоже но место сохранилось место где когда-то находился первый макдональдс знаменито своим кафе мира здесь собиралась золотая молодежь когда-то и это место было запечатлено фильме 17 мгновений весны помните даму не совсем трезвую которая возле штерлица там прохаживается вот это именно было то место жалко что не сохранилась и знаменитое место зато множество множество памятных досок в этом доме жили ульянов парфанья корлова режиссер александров скульптор и томский дейнека каша везде которые пытаются убрать но идти конечно по такой каше не просто плохо а скользко слава великим умником кто придумал выкладывать плиткой в нашей погоде вот такие тротуары которые спускаются вниз 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 слава им следующий дом по бронной это дом номер 27 очень красиво отделанный сверху особенно посмотрите как бы красавец с гирляндами симпатичный дом это телестудия где снимается телепрограмма петровка 38 вот те кто наверное знает что это за передача будут теперь знать где все это снимается ну что мы все-таки поглядываем на чебуречную потому что мы в макдональдсе покушать раздумали потому что это сладкая булка она нам как-то обеим не нравится попробуем зайти вот в такую советскую чебуречную вам заодно покажем а кофейку выпьем внизу на улочке большая бронная есть еще кафетерий брусника вот там выпьем кофейку так попробуем зайти сюда написано кафе чебуречная ссср ну с тремя с конечно заходим ну вот пиво чебуреки сколько людей сколько людей видите да 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 здесь наверно стоять очень важно хотела показать вам цены совершенно демократично 130 чебуреки вот я купила сыра с говядиной публика конечно здесь разная но цена вот такая за два чебурека 250 рублей чебуреки свежеприготовленные и с пылу жару здесь подают приборы вилка и нож но они как правило не нужны потому что чебуреки едят руками так как содержимое то что внутри у чебурека оно же вытечет просто а это самое вкусное так что мы будем есть руками и пользоваться салфеточкой всем приятного аппетита вот такой чебурек симпатичный красивый горькие настойки мы пропустим наверное потому что не я не моя подруга не увлекаемся алкоголем но какие-то неправильные мы пенсионеры и вы знаете как-то публика быстро рассосалась это мы видимо пришли часа в три и многие те кто гуляли по москве они вот сюда забежали быстренько а так в принципе мы смотрим сейчас уже столько мест свободных красота так что приходите либо в будние дни либо после трех либо до трех ну то есть до обеденного перерыва ну что я скажу мы не разочаровались очень вкусные чебуреки ну вот пенсионерам по моему это по карману правда же правда ну идем дальше смотрите какая штучка разбрызгивает соль потому что у нас скользко так следующий дом 25 не знаю новодел не новодел но очень похоже на старые дома 1812 года после пожарной москвы вот такие вот почему-то сведения о нем пока не нашла если найду сообщу вам идемте потихонечку здание отреставрированы видно снег немножечко в лицо ну ничего смотрите дом 1 и 2 связаны аркой разные дома связаны аркой и нумерация домов тоже разная номер 25 не знаю что это такое а вот номер 23 это тверское отделение городского ломбарда и здание было построено в 1911 году может быть это одно целое здание потому что вот эти вот арки вверху смотрю украшения они как-то перекликаются хотя не знаю хотя не знаю но наверное эти два дома похожи арка красивая только требует ремонта это видимо он был здесь но сделан некачественно посмотрите какая красота ну мы не красота ли так и хочется сюда въехать правда же красотища идемте дальше смотрите кого встретили кришнаитов каких-то идет снег они все равно танцуют хари-хари вот люди создают свой мир вокруг себя так что и вы пожалуйста создавайте свой мир а не ведитесь ни на какие новости и отрицательные вещи а перед нами дом номер 19 вот такой современный большой дом жилой дом цк кпсс в котором жили когда-то черненко суслов знаменитые покрышки рядышком два похожих дома один из них построенный в 1928 году дом кооператив нефтеработник это дом под номером 17 12 да вот этот первый с прекрасными балкончиками да 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 вот он смотрите он до сих пор такой вот стильный видите да кому-то повезло в двадцать восьмом году когда и голод и холод кто-то уже здесь жил ну в общем непростое место сами понимаете центр где жили такие и великие и величайшие и партийные деятели и люди которые занимали в советское время какие-то большие посты и так далее домик двадцать восьмого года кооперативный это дом номер 15 вот это сразу видно построен был до революции дом 1914 года доходный дом да вот как-то это сразу узнаваемо верхняя часть посмотрите какая с окнами ускругленными это не просто вот один домик а там огромный огромный двор и следующий корпус развернут именно туда входная дверь украшена мозаикой большая бронная 9 корпус 1 тоже с кофейней вот такая вот башня а дальше здание большая бронная 7 аптеку видим а и надстроенный дом это тоже видно последние этажи а может и нет ну симпатичный дом конечно красивый над парадным входом наверху дата постройки 1904 год 1904 год вот здесь именно в этом прекрасном здании будем пить кофе вот она брусника кулинария и одна часть улочки закончилась попьем кофейку и потом пойдем в обратную сторону по большой бронной а сейчас бруснику люблю эти кофейни всегда здесь уютно есть что покушать из второго но мы ничего уже больше есть не будем мы только что из чукуречной а вот сладкое мы возьмем какое-нибудь пирожное и кофейок возьмем обязательно и туда я взяла большой капучино с пенкой и взяла кусочек красного бархата давно-давно не ела торт буду есть смотреть на логотип кондитерской кулинарии брусника и наслаждаться жизнью мы сегодня с вами гуляем и видим очень много и гостей столицы и просто друзей которые встречаются по выходным мне очень приятно это потому что это примерно наш возраст с вами это пенсионеры люди которые встречаются с друзьями как мы с вами продегустировали кофе замечательный с пенкой толстенный и очень плотный а вот этот кусочек красный бархат это с прослойками из малинового варенья из настоящего очень вкусный не приторный так что те кто пьют кофе приятного аппетита и наслаждаемся еще раз показываю вам интерьер в этой бруснике очень уютное местечко смотрю завтраки от 130 рублей омлет 150 ну вот в таком месте посидеть это же приятно так что приглашаю вас тоже друзья мои пока мы сидели пили кофе и восхищались прекрасной брусникой конечно немножечко стемнело но это даже хорошо мы увидели прекрасные фонари посмотрите какой уют они придают этой улочке и мы начинаем свою прогулку в обратную сторону смотрим на дома почетной стороне дом 2 дробь 6 это дом 1968 года вот отсюда мы на него посмотрим почему отсюда потому что перед ним стоит синагога и вот этот светильник в окнах он так прям просто уютно горит полюбуемся а дом который с которого мы начнем нашу прогулку 2 дробь 6 дом знаменит жильцами своими сам то дом многоэтажный обыкновенный 68 года постройки а жили в этом доме Юрий Никулин Ростислав Плят Валентин Плучк Андрей Гончаров Святослав Рихтер кстати в этом же доме находится мемориальная квартира музыканта и музей в квартире музей-квартира Плучка так что будете вот в этих местах обязательно придете поклонитесь памяти этих людей а мы назад идем с вами вот отсюда от синагоги вот такой храм большой красивый построен в конце большой бронны и так синагога находится по адресу большая бронная номер 6 все идем обратно обратная дорога будет немножечко другая но тоже уютная посмотрите эти фонари прямо они привнесли такой уют нашему вечеру так а мы подходим к дому номер 8 видите такая лифт с выносным таким лифтом дом номер 8 сейчас он смотрится кургуза несуразно но зато сразу по нему видно что это дом конструктивист свое время в двадцать седьмом году построенный когда-то был очень новомодным сейчас конечно не то но все равно черты того времени сохраняются вот он стоит мы видели несколько таких домов на новокузнецкой например такой же стоит этот как раз они были построены все примерно в одно время так большая бронная восель поближе покажем вам так идем идем дальше пойдем под номером 10 находится особняк полякова 1906 года постройки вот большой забор как раз об этом и говорит что перед нами усадьба особняк полякова особняк полякова ну хотя бы так какая-то вот башенка видна слава богу под номером двенадцать здание детского сада так здание номер 14 это департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы последний домик который мы смотрим на этой улице под номером 16 дом в котором жил когда-то Таиров всем наверное знакомо сочетание театра Таирова театр Таирова вот дом номер 16 в котором он и проживал так здесь есть памятная доска или обозначение что это такое пожалуйста а театр имени Пушкина ага служебный ход театр имени Пушкина вот что это такое идем дальше позади остался театр имени Пушкина а здесь у нас литературный институт имени Горького все а мы идем к метро к площади Пушкинской и к метро ну и чтобы закончить нашу прогулочку на такой приятной ноте мы специально дождались сумеря чтобы показать вам такую вечернюю Москву а так как у нас сейчас февраль и украшения еще не сняты мы обязательно пройдемся под цветному тоннелю загадывайте желания подбадривайте себя и других а мы желаем вам всего доброго хорошего здоровья вам благополучия и увидимся да Продолжение следует...